Выпускается много беспроводных наушников, но когда доходит дело до занятий спортом, а не прослушивания музыки на диване, то гораздо важнее, кроме качества звука, это комфорт и посадка. Наушники должны держаться крепко на голове, даже когда вы двигаетесь, и при этом они должны быть достаточно комфортными, чтобы не доставлять дискомфорта во время тренировки. Многим людям прослушивание музыки во время спорта позволяет улучшать результаты, поэтому выбор функциональных и удобных наушников крайне актуален. И сегодня подробнее рассмотрим наушники от компании JBL под названием Under Armour Sport Wireless Train. Приятно видеть, когда производитель наушников приходит в компанию, которая имеет прямое отношение к спорту. И помощником в разработке стала известная американская компания Under Armour, разрабатывающая одежду для спортсменов. В первую очередь наушники отличаются своей внешностью от большинства наушников JBL. Они созданы быть прочными, удобными и спортивными. В перфорированных амбишурах применен материал Supervent, который разработан для впитывания пота и сохранения ушей в прохладе. Сами чаши повернуты под небольшим углом, чтобы максимально анатомично и плотно держаться у вас на голове. Перфорация позволяет лучше дышать ушам. Используемые материалы, на прилагающие к вашим ушам стороне, будто прорезинены, так же, как и само оголовье. Они обеспечивают надежную фиксацию даже при высокой активности. Большая часть наушников имеют пластиково-прорезиненный корпус для большей прочности. JBL утверждает, что наушники защищены по стандарту IPX4, что означает, что они могут справляться с небольшим дождем и с обильным фотовыделением. Но не стоит наушники мыть под краном после тренировки. Они все же не водонепроницаемы. Зато можно с легкостью снять амбишуры, помыть их и так же легко надеть обратно на наушники. На боковой панели правой чаши есть переключатель питания, сопряжения, а так же кнопки плюс-минус, которые управляют громкостью, и центральная многофункциональная кнопка, которая управляет воспроизведением и управлением вызовами. Так же, если зажать на несколько секунд кнопку громкости, вы услышите звуковой сигнал, после чего переключится песня вперед или назад. Встроенный массив из трех микрофонов позволяет использовать режим Talk True. Нажав на логотип Under Armour на внешней панели правого уха, и громкость музыки затухает практически в ноль. При этом вы слышите все окружение, не снимая наушники. Уверен, что каждый найдет применение данной функции. Для разговоров по наушникам микрофон обеспечивает среднюю разборчивость. Иногда могут проскакивать Bluetooth-артефакты. Но для того, чтобы не тянуться в карман или рюкзак за телефоном, вполне подходящее качество для того, чтобы совершить разговор. На нижней части правого наушника под заглушкой спрятали разъем 2,5 мм, в который можно подключить комплектный кабель с гарнитурой. Это на тот случай, если наушники разглядились, или если тренировка не сильно активна, и вам провод не помешает при подключении к плееру. Кстати, при проводном подключении уровень громкости уже ограничен мощностью плеера. Шире сцена, больше звуковое давление и сочнее бас по сравнению с Bluetooth-подключением. Видимо, отсутствие APTX HD сказывается. Но при занятии спортом, качества Bluetooth-передачи хватает с головой. На левом же наушнике, также под заглушкой, расположился разъем microUSB для зарядки. Конечно, продумали и вопрос транспортировки. Поскольку наушники, как и ваши кроссовки, часть спортивной формы, вы их наверняка будете носить в сумке или в рюкзаке. И для их сохранности, производитель положил в комплект очень прочный и стильный чехол с вентиляционными отверстиями. Жесткости чехла вполне хватает, чтобы носить наушники с остальной одеждой и не переживать за сохранность. Для поддержки ритма и драйва во время тренировки, низкие частоты немного усилены. Они относительно плотные. И одновременно наушники не созданы для фанатов экстра-баса. Я бы сказал, что бас тут весьма сфокусированный, мощный и энергичный. При этом все остальные звуки не превращаются в кашу, как у многих спортивных наушников. Подача и ритм как раз на грани, чтобы не уйти в грязный, утомляющий бас и одновременно не быть скучным. Звук, как сохраняющий басовый тон и поддерживающий мотивацию, пока вы занимаетесь спортом, с достаточным количеством деталей и информативности, которой с головой хватает во время занятия спортом. Запаса громкости вполне достаточно при блютуз-подключении. Да, через минут 15-20 выкручиваешь на полную, но когда снимаешь наушники, понимаешь, что уже немного подглушило. Наушники снабдили аккумулятором на 610 мА. По словам JBL, этого хватит на 16 часов прослушивания музыки. Вполне достаточно для того, чтобы заряжать наушники раз в неделю. Кто-то спросит, а где же активный шумодав? Почему наушники так мало держат? Это все можно было сюда добавить, но за собой это повлечет увеличение веса. Для спортивных наушников это не нужно. Я приятно был удивлен этим JBL за 200 долларов. Обычно наушники с приставкой Sport это рай для басхедов, но от переизбытка низких частот можно устать быстрее, чем от интенсивной тренировки. В этих JBL удалось объединить лучшие качества, прочных, спортивных и при этом здорово играющих наушников за такую цену. Объединение музыкальной и спортивной компаний дало отличный результат. А для того, чтобы убедиться в этом, приглашаем вас в наши салоны SoundMac в Киеве и в Днепре. Многим людям прослушивание музыки во время спорта повышает самооценку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кадри я наушники, Продолжение следует...